Приветствую вас, и на этот раз я решил разделить немножечко те вопросы, те проблемные моменты, которые вы описываете в своем тексте на отдельные такие аспекты, чтобы было проще и удобнее с ними работать. То есть в вашем тексте есть определенные моменты, которые в принципе я уже рассматривал. То есть, конечно, что-то из этого мы посмотрим с вами, что-то из этого мы попробуем разобрать. Но судя заключается в том, что какие-то отдельные моменты, отдельные аспекты, да, вы уже получали от меня разбор. Мне бы не хотелось повторяться, мне бы не хотелось говорить то, что уже было сказано, потому что, ну, так-никак вы оплачиваете работу, и я думаю, вам самой будет не очень приятно получать за деньги в базы повторения того же, что уже было. Вот. Тем не менее, хочу прощения заранее, если где-то будут какие-то пересечения, но я постараюсь все-таки двигаться вперед. Я постараюсь вам как-то прогрессивно предоставлять информацию, благо вы тут пишете достаточно новые вещи, которые до этого вы не писали. И, собственно, начнем. Значит, первое, что вы пишете, это то, что, значит, у вас были панические атаки. А вы знаете, вот то, что вы написали про атаки панические, вы до этого никогда об этом не говорили. То есть вы не писали, ничего не, как, не давали понять. Значит, не знаю, непонятно, есть ли у вас, хранились ли панические атаки на данный момент или нет, но в любом случае, хочу вам сказать, что сами по себе панические атаки вызваны, значит, паническим расстройством. То есть панические атаки – это следствие панического расстройства, о котором мы поговорим чуть позже. Но не факт, что сами по себе атаки являются именно следствием панического расстройства. Может быть, что панические атаки представляют собой симптомы других заболеваний, например, суматоформных дисфункций, эндокринологических заболеваний, сердечных заболеваний, митокандрианальных заболеваний, и вам обязательно нужно пройти обследование врача, если они у вас есть, они вас беспокоят, пройти обследование у невропатологов, неврологов и так далее, врачей, чтобы исключить все физиологические, медицинские причины возникновения панических атаки. Если все эти причины будут исключены, то тогда имеет место быть паническое расстройство. Паническое расстройство – это проблемы в психическом поле, в психической сфере. И нужно сказать, что у панического расстройства есть два метода лечения. Ну, как бы, два такие направления для лечения, которые можно использовать как по отдельности, так и, в принципе, вместе. Это фармакотерапия, то есть терапия медикаментозная, где используются антидепрессанты и, собственно, транспортивилизаторы. И, собственно говоря, психотерапия, основанная на школе когнитивной психологии, которые утверждают, что паническое расстройство является следствием вытесненных конфликтов внутренних, которые у вас остаются, они не находят выхода и они мешают вам, не могут быть осознаны и разрешены вами в следствии различных причин. И нужно их осознать и увидеть способы решения этих конфликтов, глубинных конфликтов. И тогда у вас, ну, наступит улучшение. Собственно говоря, для того, чтобы именно при панических атаках появляются тревожные мысли. Чтобы тревожные мысли остановить, они могут появиться, в принципе, даже, знаете, при особых проблемах. Используется особая методика. Методика называется «Остановка мысли». Знаете вы об этом или не знаете? Надеюсь, что для вас это будет новым. И основной момент, который мне бы хотелось вам показать, то есть, вот, если вы захотите работать в этом направлении, работать в направлении этой методики, то, соответственно, я вам порекомендую несколько шагов, таких шагов пять, но я пока расскажу только первый шаг, он самый простой, именно для того, чтобы остановить негативные тревожные мысли. Значит, во-первых, нужно заставить список неприятных или тревожных мыслей, от которых вам трудно избавиться. Затем, по поводу каждой мысли, надо задать себе следующий вопрос. Вопрос номер один. Действительно ли может случиться то, что вызывает тревожность? Если да, то с какой вероятностью? Второй вопрос. Препятствует ли эта мысль действовать и достигать результата? Третий вопрос. Препятствует ли эта мысль нормальной концентрации внимания? То есть, позволяет ли эта мысль вам эти мысли рассеивать свое внимание? Рассеиваются ли ваше внимание из-за них? Отвлекают ли они вас? Нет ли опасности, что эта мысль станет пророчеством? То есть, нет ли опасности в том, что вы считаете, что эта мысль обязательно станет материальной? Нет ли у вас опасения, что она станет материальной и как бы приведет к тем обстоятельствам, которых вы, например, боитесь? Далее, вызывает ли эта мысль внутренний дискомфорт? И станете ли вы счастливее и спокойнее, если избавитесь от этой мысли? Если ответ хотя бы на один из этих вопросов окажется утвердительным, то данная методика может принести вам значительную пользу. Рекомендуется выбрать мысль из списка, вот одну мысль из списка и работать в течение какого-то времени. Ну, в принципе, любого времени, которое вы считаете для себя приемлемым. Ну, вообще-то говоря, обычно рекомендуется там неделю на работу с мыслью. Вот. С несколькими мыслями работать не стоит. Вот такой первый шаг для, значит, осуществления метода остановки приводных мыслей. Если вас это интересует, то следующие шаги я вам предоставлю. В принципе, могу сделать это отдельно, бесплатно. То есть шаги сами по себе, они достаточно четко прописаны, они есть. Это метод, который используется, официальный метод. И, в принципе, вы можете найти его даже самостоятельно, если захотите. Я вам, в принципе, название сказал. Теперь по поводу, значит, внутренних конфликтов, которые у вас могут быть вытеснены и которые могут стать или стали следствием, собственно говоря, панического расстройства. Значит, конфликты, которые у вас могут быть и которые вы можете не осознавать, они, как правило, глубинные. И эти конфликты, они по своей сути представляют собой набор глубинных противоречий, которые, ну, знаете, нельзя на поверхности. Как правило, это детские, детские неразрешенные конфликты, которые не нашли выгода тогда, когда это было нужно. Например, вот вы пишете такую вещь, что мама доставляла вас все время там убираться, все время работать, все время там делать что-то, вы не были подоставлены самой себе. Это была, наверное, может быть, обида. Обида на маму за то, что вот она постоянно повторялась это дело. Вы пишете, что в конце последнего текста вы пишете, что у вас была такая ситуация, что была девочка, миниатюрная девочка, которую все любили, а вы, соответственно, эту девочку стали идеалом и хотели быть похожи на нее. И вы считали, что именно таких людей, как эта девочка, все любят, а вас, таких, как мы, не любят. Никто не любит, да? И моменты случаются в том, что это противоречие. Это противоречие никто вам не разрешил. То есть никто не сказал вам, например, такую вещь, что, например, внешность – это обертка у конфет. Она может быть яркая, а внутри может быть гнилая. И внешность – она помогает человеку до поры до времени. Но на самом деле внешность – человек лишь только расслабляет, размягчает, мешает ему ложную самоуверенность и не более того. Вот говоря, красивым людям, да, людям приятные наружности легче живется в мире, на свете, чем людям страсти, чем людям не очень красивым. Вы знаете, была даже разработана такая теория, теория Ламброзе, этой итальянской жены. Он считал, что, значит, он периодически считал, что есть определенный тип людей, которые вот именно по лицу, по, так сказать, внешнему виду, да, значит, могут определить себя как преступники. То есть представляете, да, значит, только представьте себе, получается, что есть люди с определенной внешностью, да, с определенной внешностью, которые обладают определенными преступными качествами, определенными преступными, скажем так, характеристиками, определенными преступными наклонностями. Почему была разработана такая, вообще говоря, теория? Почему была разработана такая вот, собственно говоря, гипотина? Да потому, что люди плохо принимают, действительно плохо принимают тех, кто не очень хорошо выглядит, тех, кто выглядит достаточно неприятно, невероятно на вид. Но эта теория потом, в будущем, она, как бы это сказать, официально была признана ошибочной. Потому что нет никакой связи в действительности между людьми с неприятной внешностью и людьми с приятной. И вообще говоря, что определяет хорошую и нехорошую внешность? Определяет по сути дела мода. Именно мода определяет, как сказать, критерии внешности. Когда-то было модно, чтобы женщины были осины талии, бледные, и чтобы у них было такое выражение лица, как будто вот им плохо. С обязательной, допустим, синевой под глазами и так далее. И, вы знаете, женщины, стремясь следовать этой моде, стремясь оправдывать ожидания требования общества, они действительно стремились к тому, чтобы быть похожими, чтобы соответствовать этому. И, вы знаете, нужно сказать, что на протяжении всей истории, на протяжении всего развития человечества, такие ситуации были. Когда люди стремились следовать моду. Но мода менялась. И менялась достаточно радикально. И те, кто еще вчера были красивыми и считались красивыми, сегодня оказывались просто на обочине, просто на краю общественных глянцев. И это происходит потому, что и понятие красоты, и понятие приятной внешности определяются очень-очень-очень субъективно. Вы знаете, есть достаточно сложная теория, которая, я не уверен, стоит ли ее здесь приводить, эту теорию. Она представляет собой экспериментально доказанную гипотезу, что восприятие человека через органы чувств, органы взаимодействия с местным миром, такие, например, зрение, обоняние, слух и так далее. Так вот, восприятие очень сильно носит эмоциональную окраску. И не вдаваясь в подробности этого, можно сказать кратко, что, когда человек видит другого человека, и тот кажется ему, знаете, таким, ну, неприятным, да, таким, вот, отталкивающим и все, а какое-то время прообщается с ним, проговорит с ним, узнает его получше, очень часто, что человек уже не кажется таким неприятным, а наоборот кажется очень даже симпатичным. И почему так происходит? Да потому что человек лучше узнает другого. И когда возникает психологическая связь, когда появляется эмоциональная вовлеченность, когда эмоции, вообще-то говоря, просто проявляются, человек осознает, что другой имеет внутренний мир, богатый внутренний мир. И этот внутренний мир, он источает такой мягкий-мягкий свет, который освещает черты человека, другого человека. И эти черты приобретают особый образ, особое значение. Они, эти черты, начинают, как бы, тоже источать свечение. И это свечение, оно придает человеку настолько сильную уникальность, что другие, якобы красивые, якобы, вот как вы говорите, да, миниатюрные, там, кукольные и так далее, люди просто перестают для такого человека существовать. Почему? Потому что кукла, потому что внешность – это не самое главное. Теперь немножечко о том, что я изначально вам говорил. Изначально я говорил о том, что внешность человека, его оказывает существенное влияние на личность, и при наличии хорошей внешности, может сыграть с ним злую шутку. Что это за злая шутка? Злая шутка в том, что если человек, в данном случае, это вот ваша девочка, которую вы описывали, девочка миниатюрная, девочка, которой все любили, которой все нянчились и так далее, если эта девочка привыкла к тому, что ей постоянно внимание, постоянно, значит, ей все достается очень легко, ее все любят, то, естественно, это ребенок как он, ребенок избавленный, который не привык что-либо делать, который привык к тому, что все достается ей легко, который не привык трудиться, не привык чего-то добиваться, не привык развивать свои способности для того, чтобы чего-то достичь. Такой ребенок, такой человек до определенного момента, до определенного предела, предел идет по жизни легко. Действительно. На момент училого, на момент института, университета, человеку действительно может быть легче, чем другие. Но что происходит потом? Может быть, человеку, конечно, повезет, и он устроится на работу, где также люди клюнут на его внешность. Но рано или поздно, если у человека отсутствует внутренний мир, если у человека отсутствует внутреннее стремление, если у человека отсутствуют другие ценности, кроме своей внешности, то, простите, человек рано или поздно останется не в делах. Вы знаете, то же самое можно говорить и о сексе, и о внешней привлекательности, и обо всем Внешне, так скорее, тело человека меняется на протяжении его жизни Не обязательно, кстати говоря, в контексте старости Например, женщина, будучи стройной, красивой с точки зрения общества Рожает детей, и генетика у каждого человека своя И вот кто-то может после ролев, например, обладать стройной фигурой И хорошо, а кто-то нет, кто-то не может И такой человек начинает полнить Полнить не потому, что он много ест, не потому, что у него неправильное обитание А просто у него такая генетика, просто потому, что у него такие гормоны И человек становится полным И что, он в этом виноват? Конечно, нет Мужчина, если такую женщину любит искренне Любит ее внутренний мир, ее отношения Воспринимает ее как человека Как личность Как индивидуальность Он, конечно же, не станет ее меньше, например, хотеть Он не станет меньше ей восхищаться От того, что она полна И так далее Вы знаете, я очень много раз видел на улицах Но вы, наверное, тоже видели на улицах Когда идет достаточно полная женщина И рядом с ней мужчина И они молодые, у них дети И мужчина смотрит на эту женщину влюбленными глазами И кроме нее никого больше не существует рядом Вы знаете, до какого человека не останавливает то, что она толстая И останавливает то, что вокруг могут идти там Грубо говоря, модельные внешности Там женщины в короткие юбки Там на высоких каблуках и прочих Но до такого мужчины все эти женщины не существуют Почему? Потому что он любит и любит свою Потому что он любит ее внутренний мир Потому что он воспринимает ее как личность Как человека Как свою женщину Женщину не с точки зрения внешности А женщину с точки зрения личности Потому что каждая женщина и каждый мужчина Они представляют собой не только людей Физических, физических тела Но и психическое образование также И от того, у нас какая у человека психическая культура Какая у человека психическая направленность Какие у человека ценности Чем человек ценим, как лично Какие у него хорошие черты Какой у него внутренний мир Насколько он глубокий, развитый, разнообразный и так далее Зависит отношение с другими людьми И здесь мы плавно подходим к тому Что красивые внешние люди Конечно же бывают умными Они бывают образованными Они бывают какими угодно Но Не нужно забывать Не нужно забывать Забывать Главное, что Среди красивых людей Среди красивых людей Опять же для кого С точки зрения моды Вот это всегда нужно понимать Что в определенный момент времени В определенный период Общественного развития Как бы определение красота От отделения красивых Оно свое Оно разное И вы знаете Если вот в средние века В эпоху возрождения В лотой век, скажем так, Франция Считалось, что мужчина Красивый тот Кто носит на крахмаленный парик Вот серьезно На крахмаленный парик Белый такой Может быть вы видели Если сейчас Человек так оденется Над ним все смеяться станут Скорее всего Его заберут в позицию А при совсем неудачных раскладах Такой человек Оказывается в психушке Настолько сильнее Минило смотрит А когда-то это считалось Паталоном красоты И поэтому Не нужно думать Что от внешности Очень многое зависит Мы об этом писали Писали довольно много В своем настоящем письме Вы писали, что вас действительно Очень сильно волнует В внешность своя То, как вы выглядите Ну, может быть Так или не о чем Мы этого еще коснемся Но В общих чертах Как именно Как Возможная причина Внутреннего конфликта Внутреннего конфликта Который Обусловил появление Панического расстройства Я надеюсь Этот момент Открыл более или менее Ясно Более или менее Понятно Следующий аспект Который я хотел Заметить Значит Вы пишите Что вы Постриглись На лысо Почти на лысо У вас был крик души Что это был Для крик души? Вы хотели Проявить Что? Вундарские качества Вы хотели Показать Свою самостоятельность Вы хотели Смены имиджа Вы хотели Измениться Показать Что вы Ненавистите От других людей А что это был За крик Души Такой И Сейчас вы пишите Что Когда я хочу Быть более Женственный Даже просто Не могу Смотреть Вверх Потому что Еще Это напоминает То Мое Состояние Подростка Вы не можете Видеть Себя Когда Красиво Оденетесь На краске Ну Отчерпуете Себя Пациентом Психологики Это Видеть Как Такая Получается Вещь Вы Действуя По Указке По Направлению Определенных Мотивов Подстригли Знавис Вы Совершили Определенные Действия С помощью Определенных Средств Для Дотяжения Какой-то Цели Давайте Рассмотрим Какая Это Была Цель Чего Вы Хотели Добиться Очень Важно Чтобы Вы Ответили На Этот Вопрос Чего Вы Хотели Добиться Поскольку Сейчас Вы Как Б Себя Не Приемлете Такой Получается Что Цель У Вас Сменилась Цель Стала Другой И Важно Ответить На Два Вопроса Какая Изначальная Была Цель Почему Она Сменилась И Была Достигнута Изначальная Цель Если Не Была Достигнута То Почему Ответы На Эти Вопросы Вам Их Можно Записать На Листке Бумаги Потому Что Вы Знаете На Протяжении Нашего С вами Такого Вот Общения Мне показалось Вы Достаточно Смурно Все Печне Из-за Этого Определенные Мысли Они У вас Могут Теряться Это Видно В вас Очень Много Мысли Смурно Голове И Они Накладываются Одна На Другую И Получается Так Что Вы Можете Путаться В том Что Вы Можете Путаться В том Чтобы Этого Не Были Крик Душ Был Из-за Чего-то И Постригли Стало Что Вы Тереть Для Чего-то Ну Нужно Понять Достигнута Цель Или Нет Если Не Достигнута То Почему Какая Была Цель Потому Что Если Она Не Была Достигнута Она Осталась Недостигнута И У вас Скорее всего Начались Фрустрационные Процессы То есть Процесс Переживания По Поводу Недостижимой Цели Неосуществимой Задачи И Вместе с этим У нас уже Появились Другие Задачи Которые Ну Собственно Говоря Теперь Уже Не Вписываются Собственно Вы Хотите Дельфицировать Дельфицирован Не Сходится Не Соединяются У нас И Это Нормально И Здесь Опять Мы Походим К тому Что Красота Это Всегда очень субъективный взгляд. Знаете, есть много женщин, достаточно высших, которые при этом выглядят хорошо. Важно не то, как человек выглядит в плане того, какая у него конституция. То есть высший человек, высший человек или не высший человек, полный человек или не полный человек. Ага, там еще какой-нибудь вариант приведите и исходите. Важно то, что внимание других людей состоит из центрации. Центрация – это такой процесс, при котором человек выделяет на джентр лишь фигуру. Фигура, а остальное – фон. Для примера я мог бы привести вам, например, новости, когда мы смотрим новостные как передача, и мы смотрим на диктора, на ведущего. Все наше внимание концентрируется на нем, а фон, то есть где он сидит, там, что там происходит на заднем плане и так далее, и так далее. Все это мы не замечаем. Так вот. Фон – это, по сути, то, что присутствует всегда в нам. Незримо. А фигура – это то, что выделяется другими людьми. Нам. И так абсолютно воспринимают все люди, естественно, которые не просли, там, практику по гестартерапии. И это означает, что вам нужно не менять весь фон для того, чтобы нравиться людям, чтобы не бояться того, что вы вызовете у них смех и так далее. А, значит, нужно просто так уметь грамотно подчеркивать свои достоинства, свои плюсы, свою, так сказать, изюминку, если быть до конца точно. Изюминка – это наиболее важный здесь процесс. Дальше вы пишете такую фразу, что по поводу имиджа вы думаете, а кто что скажет, что скажет мама, что скажет муж, что скажет кто-то еще. И здесь, вот они вам говорят, у вас совсем нет вкусов, и поэтому сами потерялись, значит. Ну, на этом мы с вами, в принципе, об этом мы с вами говорили. Я надеюсь, что повторять это мне не нужно. В первом, точнее, в предыдущем видео я вам об этом говорю достаточно подробно. Далее вы пишете, что вы хотите быть для всех хорошим, иначе меня просто будут осуждать и не примут отказываться и уволят. Боитесь, что вы будете ненужными, значит, я постоянно переживаю, если кому-нибудь что-то сказал не так. Вы знаете, я думаю, что именно с этим вопросом, вопрос того, что вы хотите быть хорошим на всех, можно работать через собственный пример. Вы знаете, что самый лучший пример тот, который, как бы это сказать, ну, собственный. И ваш покорный сука. Я предпочитаю, ну, как бы психологи тоже люди, и я не исключение, я тоже человек. И когда-то у меня были примерно ваши проблемы тоже. Так же так и вы, я хотел быть хорошим для всех людей. Я боялся, что меня будут осуждать, что меня не примут, что меня отказывают и так далее. До каких пор я так думал? До каких пор, когда я понял, что людям по большей части все равно. и так далее. Знаете, окружающие нас, они преследуют только свои интересы. Их интересы для них самое главное, самое актуальное. Условно говоря, интересы собственные для людей представляют собой ту самую фигуру, о которой мы говорим. То есть это фигура. Все остальное в фон. И как правило, люди, если они действительно направлены на осуществление своих интересов, им по большому счету все равно, что вы сказали, как вы себя повели. Главное, чтобы вы либо отвечали их интересам, либо, если эти люди любят вас, чтобы вы отвечали своим собственным интересам. Иначе говоря, если человек не понимает вас, осуждает, отказывается или увольняет, это продиктовано его собственными интересами. Про осуждения я отчасти уже говорил. Осуждают и децентрически критикуют людей, которым это нравится, которым это интересно и которым это нужно. за счет этого осуждения данные личности превозносят, можно сказать, сами себя. Они самоизверняются на ваш счет, так и могут. То есть также действуют в своих интересах. Непринятие другого человека – это, по сути, то же самое. То же самое. То есть человека не принимают почему? Вот почему могут человека не принять? Потому что он преступник, потому что он поставил себя вне общества. Говоря языком социальным, не принимают того человека, который поставил себя вне социальных отношений. Но вы же не ставите себя вне социальных отношений. Вы не мирочекаете закон, вы не являетесь каким-то асоциальным элементом. Наоборот, так почему же люди вас не принимают? У них нет никакого морального права вас не принимать. У них нет никакого основания для этого, но они это делают. Почему? Потому что это в их интересах. И тогда несложно догадаться, что человек не принимает вас. Либо потому что видит у вас угрозу себе, угрозу своим интересам, угрозу своим успехам, боится, что вы станете лучше него, и стремится вас ликвидировать как возможного конкурента, возможного соперника и так далее. Либо так он вами манипулирует, чтобы вы унижали и просили его вас принять. И тогда он примет вас на своих условиях. Как правило, люди видят, что человек не уверен в себе, люди видят, что человек сомневается в себе и начинают активно этим пользоваться, чтобы как можно больше, как можно более полно удовлетворить свои интересы. Это не нужно никогда забывать. Далее. Отказов. Ну вы знаете, отказ от человека, опять-таки. Давайте подумаем, что может вызвать отказ от человека. Только его какой-то проступок, его смертельные обиды, грубо говоря, его не соответствующее поведение. Не подходящее поведение. Ну вы же понимаете, что вы ничего плохого не делаете. Вы абсолютно все стараетесь направить на то, чтобы людям понравилось. Тем не менее, по вашему мнению, люди могут от нас отказаться. Почему они могут отказаться? Опять-таки то же самое, что и с принятием. Либо потому что, так, они удостоверяют свои интересы, устрашивают вас как конкурента, возможно. Либо, мы об этом тоже говорили, либо потому что хотят сбить ваши цены и повысить свою. То есть, опять-таки, здесь свои шкурные интересы. Уволят. Про увольнение немного отдельно разговаривать. Дело в том, что это аспект деловых отношений. И здесь нужно сказать сразу, что вам, как работнику, нужно для начала, для того чтобы иметь все права на рабочих местных, вам, как работнику, нужно наиболее полно овладеть профессиональными навыками, профессиональными умениями и профессиональными средствами, чтобы вы были компетентным, высокоуровневым сотрудниками. Для этого, соответственно, организм пройти обучение и иметь практику и доставку. И в этом случае, в случае, если вы являетесь таковым сотрудником, вас не могут уволить просто так. Могут-могут произойти что? Сокращения. Когда в организации кризис и они избавляются от сотрудников. Это, как говорит стихия, тут ничего от вас не зависит. Сокращения происходят постоянно, а в последнее время их больше. Понятно, по каким причинам. Дальше. Увольнение может быть по жалобе другого сотрудника, вашего недопроизводителя. И здесь уже очень-очень хорошо наглядно показывается воля и характер руководителя. Грамотный руководитель никогда сотрудника по такой жалобе не уволит. Потому что понимают, что конкуренция, интриги, личные, опять-таки, интересы, все это лишает субъективности в оценке этого самого сотрудника. То есть вас. Грамотный руководитель всегда смотрит на то, что так не делает. Какую пользу он несет именно тому делу, которым он занимается. И в этом контексте, в деловом контексте, быть хорошим означает выполнять свои обязанности те, которые прописаны в трудовом договоре. То есть в трудовом договоре четко прописаны ваши обязанности, за которые вы получаете деньги. И вот эти обязанности вам нужно выполнять в силу трудового договора от и до. А остальное, простите, либо это ваша личная инициатива, и она реализуется так, как вы считаете нужным уже. Потому что за это вам не платят, да? Либо, ну, либо это вообще не ваша компетенция. И надо понимать этот момент очень хорошо. Понимать, что если вы, например, усердно состараетесь что-то делаете, то на вас, рано или поздно, будет навешиваться больше обязанностей. И это неплохо. Но отстаивание своих интересов проявляется так, что вы говорите, я не против выполнять новые обязанности, если вы будете мне, например, повышать зарплаты или давать какие-то другие бонусы. То есть ничего не делать просто так. В деловой сфере, если человек делает что-то просто так, он теряет уважение, к сожалению. Именно да. И если вы выполняете свои обязанности идеально, если вы компетентный сотрудник, то вас никто не имеет права уволить. Абсолютно никто не имеет вас права уволить. И если увольняют, то это значит, что дело не в вас. Это значит, что не вы виноваты. А всему виной личные интересы от других людей. И здесь вам можно и нужно бороться за свои права, если уволили вас неполноценно. Да и сшерпись и так далее. То есть понятно, да, увольнение бояться не нужно. Нужно грамотно выполнять свои обязанности от и до и сна. Дальше. Что вы будете ненужны, ненужны и незначимы. Эти моменты, что вы будете ненужны и незначимы, они, наверное, ключевые. И с них я пошел на что-то так. Если собрать воедино все обсуждение, принятие, отказ, увольнение, нужность, назначимость. Если все это взять и убрать у вас. Просто взять и убрать. Ничего этого нет. Это все взаимодействие с другими людьми. А все останется у вас. Вы. Для себя. Вот вы зависите от других людей, потому что эти люди вам нужны. Для чего? Для чего? Вы хотите быть для всех короче, потому что у вас лично это интересовывается в них. У вас есть свои личные желания, которые вы стремитесь удовлетворить через этих людей. Хорошо. Какие это желания? Почему вы можете удовлетворить эти желания через этих людей? Почему вообще нужно использовать людей для удовлетворения своих желаний? Это неправильно. Ведь у людей есть свои желания. У людей есть свои собственные желания. И говорить о том, что вы через людей стремитесь удовлетворить свои желания, говорит о том, что вы не самодостаточны. И самодостаточность нужно развивать. Каким образом? Через уже упомянутый нам мир уединения. Но самодостаточность – это когда человек нужен и значим, в первую очередь, для самого себя. Он осознает ценность самого себя. Он осознает свою значимость для самого себя. Осознает научность своих собственных целей, своих собственных желаний, но при этом не связывает их с людьми. Сходя из этого, можно сделать вывод, что вам нужно грамотно оценивать свои достоинства, свои плюсы, развивать их и действовать в этом направлении. Именно слушая саму себя. Люди, которые будут встречаться вам на пути, либо привык вас, и самодостаточными единомыслниками будут вас поддерживать, либо нет. Но подстраиваться под других людей – значит потерять себя и снижать свою ценность, свою значимость и так далее. Если вы боитесь быть ненужными, то люди это чувствуют. Но если вы боитесь быть незначимыми, то люди тоже это чувствуют. Но вы поймите одну простую вещь – через людей вы все время пытаетесь получить свою толику, толику нужности, толику значимости и так далее. Но это как наркотик. Это как у дилера выпрашивать очередную доту наркотика. Это зависимо от зависимости от людей. А зависимость – это всегда стремление реализовать свои желания не напрямую, а через ценность людей. Вам нужны люди для того, чтобы реализовать свои желания. А желания нужно реализовывать напрямую. И если вы хотите быть нужным, то опять-таки для чего вам это? Для чего вам быть нужны тем линиям, которые, например, вами не дорожат? Для чего вам быть значимой для тех людей, которые вами не дорожат? Что вам даст нужность и что вам даст значимость? Наверное, уверенность в себе. А почему вы не уверены в себе? Почему вы не уверены в себе? Отдавайте себе этот вопрос и после этого в зависимости от ответа ставьте себе цели, развивайте задачи и повышайте уверенность в себе. Об этом можно и говорить. А значимость, нужность, отказ и принятие – это все лишь частные случаи, которые ставят вас в зависимости. Вы знаете, я вам попробую такой пример привести, чтобы вам было понятнее. Вот мы с вами общаемся, и я говорил вам, вот вы знаете, такая вещь, вы мне нужны. Вы мне нужны, потому что через вас я, допустим, пытаюсь доказать себе, что я, ну, скажем, нужен, что я востребован, что я значим. И я говорю вам, что я буду за вас цепляться, я буду за вас держаться, я буду вам заставать, я буду вам докучать, либо достичь своих целей. Цели быть нашим. И вы, и вы мне можете сказать, но почему именно, именно через меня? Почему ты не можешь просто заниматься своей деятельностью? Почему ты не можешь развиваться в своей деятельности, повышать свой уровень знаний, профессиональных навыков, да, чтобы быть востребован объективным? Почему только со мной или с другими людьми-то связываешь свою значимость? Это неправильно. И тогда у меня возникает понимание. Понимание. Я делаю так, я стремлюсь через вас реализовать свои потребности, например, в значимости, потому что другие пути, более правильные, более объективные, более глубинные, они представляются мне сложностью. Мне нужно повышать свою квалификацию, мне нужно повышать уровень, мне нужно работать над собой, а это сложно. Проще добиться одобрения человека и получить то же самое. Одобрение человека кажется ближе, кажется приближенным, да, чем какое-то гипотетическое повышение своей характеристики, уровня, например, своей профессиональности и так далее. Но одобрение человека, оно, как бы это сказать, непостоянно. И если человек одобрил что-то одно, например, одобрил мои действия, ну, спустя какое-то время человек будет не одобрить мои действия. Может сказать, вот ты знаешь, я подумал и пришел к выводу, что они, твои действия были ошибочными. И если я сам не буду уверен в том, что то, что я делаю правильно и было единственно правильным вообще, то я, получается, буду зависим от других людей. От их мнения, от одобрения, от осуждения и всего того, что вы перечислилили. Что мне сделать для того, чтобы не быть зависимым? Чтобы не быть зависимым, мне нужно самому прийти к выводу о том, какое действие для меня является наиболее приемлемым. Которое я оцениваю как единственно правильное и, вне зависимости от мнения других людей, я считаю его самым лучшим. Потому что у всех людей мне не надо, но если я буду прислушиваться к мнению других людей, то я буду от них давить меня, потеряя себя. А если я буду служить себя и думать, что для меня лучше всего, то, соответственно, одобрение или осуждение людей потеряет для меня какой-либо смысл. Для того, чтобы перестать быть зависимым от мнения других людей, нужно осваивать культурные ценности. Нужно повышать свой кругозор, нужно осваивать творческие, художественные произведения, становиться ближе именно к непривязанным с конкретным людям ценностям, к идеалам, к тому, что сохранено веками. Освоение культурных ценностей и есть, по сути дела, рождение личности. Только социальный индивид – это человек, который выполняет свои социальные роли и целиком и полностью зависит от других людей. Он руководствует требованиями от него членами общества, а тот человек, который хочет быть независимым от этих людей, он осваивает что-то, что лежит над социальными отношениями. А над ними лежат культурные ценности и идеалы. И вот это нужно осваивать. Когда человек осваивает что-то интер-общественное, над-общественное, сверх-общественное, он понимает, что мнение людей – это не существует. Есть незыблемые ценности, есть незыблемые идеалы. И человек либо принимает их, либо нет. Яркий пример, который можно привести в контексте данного высказывания – это пример с религией. Если кто-то верит в Бога, например, в христианского Бога, то такой человек относится не исходительно и к людям, которые отрицают божественное жрешиво вообще Бога в частности, ну и к тем, кто верит, например, не в Бога, а в Аллах. И человек верит все равно, несмотря ни на что, несмотря ни на осуждения, несмотря ни на сомнения, он верит. Потому что это высшая ценность. Ценность, которая стоит над людьми. Вот и вам нужно освоить такие ценности, которые стоят над людьми. Но это можно сделать только в том случае, если вы будете уединен. Это можно сделать только в том случае, если вы перестанете бояться... Видите, что вы перестанете бояться нен 17 и перестанете бояться azt� то дело, ради моего что вас все брос и всёlek. Пусть вас – все брос. Пусть от вас отвернутся уйдут те люди, которые вам не нужны Те люди, которые относятся к вам потребительски Пусть это все недвузные вам люди Останутся два человека, которые относятся к вам искренне Или не останется никого Но если не останется никого, то означает, что вы неправильно встроили связи с людьми Это значит, что вы устроили связи с людьми, ориентируясь на них, а не на себя Собориентироваться на себя, нужно осваивать культурные ценности А для этого нужно в первую очередь встретиться со страхами в лицом, в лицом, в лицу Вы пишите, что, значит, вы обстоятельства, чтобы быть хорошей, боитесь, что вы будете ненужны Это страх Нужно страх перевести на счет Из мистического представления, представление Рассанэ Боитесь, что вы будете ненужны? Хорошо Оказываемся ненужны, ненужны Оказываемся одненугой И что мы видим? Мы видим, что нам некуда себя деть Мы видим, что мы сомневаемся в себе Мы видим, что мы не знаем, чем заняться Мы видим, что у нас нет цели Значит, люди давали нам все то, чего у нас нет Но люди давали нам то, что у нас должно быть И вот вам, чтобы быть полноценным членом общества Нужно самостоятельно себе самой Наедине Воспитать То, что у вас Изначально должно быть Вот это небольшая проблема Проблема в том, что в детстве Обычно Родители любят своих детей И любя их, безусловно Родители как будто оказывают Четырехов, безусловно И принятие, безусловно Человека Таким, как он есть С вашей мамой было все не так Она не принимала вас Такую, какая вы есть И не любила вас Достаточно много Из-за этого ваши проблемы Но Мы разобрали с вами детско-родительские отношения Если попробуем Мы можем сделать это еще раз Поймите свою маму И поймите, что ее отношения Не означают Отсутствие Этого постулата Что каждый человек Достоин любви, безусловно И каждый человек Несет ценность в себе Ему не нужно что-либо делать Чтобы быть ценным А если он что-то делает То делать это надо В первую очередь для себя А не для других Потому что ему это важно А другие люди Если только поддерживают Или не поддерживают То, что человек делает На этом Вопрос Связанный с Постоянно хочу быть На всех хороших Я думаю Можно завершить В заключении Хочу сказать, что Вы знаете Нельзя быть на всех хороших Хотя бы потому что Понятие Хорошо и плохо Для всех разных И в действительности Нет такого понятия Как хорошо или плохо Есть такое понятие Как нравится Или не нравится Или более того И в контексте этого Я приведу вам Один пример Пример этот Вот какой Один человек Постоянно говорил Про какая-то интеллигенция Вот Развалили Там Советский Союз Это было Вот как раз После распаса СССР В 90-х годах И Один человек Он Залялся На Этого Коллегу своего Говорил Ну вот он Все время Воршит Все время Поругается Интеллигенция Я хочу Чтобы он Заполчал Как сделать Так Чтобы человек Заполчал Ему дали Совет Этот Совет Раскрывается В диалоге С этим Ворщащим Коллегой Этому Коллеге Задают Вопрос Вот Вы Говорите Что Интеллигенция Гнилая Он Говорит Да Это Хорошо Гнилая Интеллигенция Но Она Вам Нравится Или Не Нравится Он Говорит Ну Конечно Не Нравится Что Это Глупый Вопрос То Есть Получается Что Гнилая Плохая Интеллигенция Грида Хорошо А Что Тогда Для Вас Хорош Что Вам Нравится Он Говорит Ну Вот Мне Нравится Большевики Советский Союз Вот Хорошо То Есть Интеллигенция Плохая А Большевики Хорошие Говорит Да Хорошо Если Тогда Да А вот То Слово Которое Вы Говорили Вначале Вот Какое Это Было Слово Он Немножко Задумался И Говорит Гнилая Что Ли Ему Говорит Да Гнилая Вы Сказали Что Гнилая Плохая Интеллигенция А Теперь Скажите Так Хорошие Хорошие Большевики И Человек Задумался Потому Что Для Этого Ему Нужно Сказать Как Хорошие Что Там Например Свежие Хорошие Свежие Большевики Но Это Неверно Это Нелогично В этом Нет Никакого Смысла И Человек Примолчал Потому Что Он Задумался А Мы На Этом Примере Видим Что Каждый Человек Руководствуется Лишь Только Своей Симпатией Тем Что Ему Нравится Нет Такого Понятия Как Рассо Или Плохо Есть Понятие Нравится И Нравится И Поскольку Всем Людям Каждому Нравится Что Своё Каждому Нравится Что Личное И Индивидуальное То Нельзя Ориентироваться На Симпатии Этих Людей Потому Что Эти Симпатии Могут Расходиться С вашими Симпатиями И Если Ваша Симпатия Будет Расходиться Симпатиями Других Людей И Вы Будете Принимать Их Симпатии В учр Своим То Надеюсь Ниного Не добавляют Что Вы потеряете Себя И Умощать Вас Никто Не Будет Далее Всегда Боитесь Выйти На Улицу Пишите Вы И Быть Нелеп Или Что Как Не Так Одет А Что Смеют Спину Или Осудят Просто Постоянно Давить Что Чужое Мнижие Мы Про Чужое Мнижие Мы Наверное Сейчас И Сказаны А Вот Что Касается Нелепости То Вы Знаете Еще Раз Повторю Вам Такую Вечь Люди Волнуют Людей Волнуют Только Они Сами И По большому счету Все равно Кто Как Одевается Вы Знаете Такие Попугаи На улице Что И Встречаются Это Просто Ужас Я Например Видел Человек В который Был Одет Просто Вот Варшево Цветавство У него Кастый Предмет Одесса Цветные Одна Станина Зеленая Другая Станина Красная Там Рука Один Розовый Другой Рука Синий И так Дальше Это Настолько Смотрелся Нелепо Тем более На мужчине Тем более На мужчине Средних Лет Если Ему Было Не 30 Ему Было Инсерт Он Так Одевался При этом Люди Мимо Него Просто Проходили Им Было Все Равно Отсюда Мы Сделаем Неслодный Вывод Если Человек Находится В гармонии С собой Если Человек Сам По себе Счастлив Если У человека Все Хорошо То Он Никогда Не Будет Обращать Внимание На Других Людей Он Никогда Не Будет Как То Говорить Другому Что Он Нелепый Что Он Плохой И так Дальше Почему У человека Все Хорошо У него Нет Негатива У него Нет Какого-то Негативного Отрищательного Заряда В нем Саму И Соответственно Нечего Ему Распространять На Других Людей Ну Не Может Человек Который Находится В Гармонии С собой Не Не Может Такой Человек Распространять Негатив На Других Прот Он Не Может Ибо У Него Этого Негатива Нет Если Люди Начинают Смеяться Или Осуждать То У Этого Есть Две Причины Первая Причина Закружается В том Что Человек За счет Вас Пытается Самоутвердиться Это Мы Уже Говорили Вторая Причина И Об этом Мы Еще Не Говорили Это То Что У Человек Внутри Дизгармония Есть Негатив И Человек Пытается Этот Негатив Выразить Потому Что Ему С этим Негативом Тяжело Находиться Негатив Его Убивает Он Его Сжигает И Негатив Выплюснут Иными Словами А Еще Момент А Чем Негатив Обусловлен Почему Негатив Появляется Вот У человека Есть Определенный Дефицит Дефицит Каких-либо Желаний Дефицит Каких-либо Потребностей Да И так Дальше То есть У человека Чего-то Нет Он Чем-то Не Удовлетворен И это Обуславливает Его поведение Иными словами Осуждают И критикуют Деструктивно Неконструктивно Оскорбляют Унижают Высмеивают Те люди Которые Имеют Какой-либо Дефицит Злость Зло 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 Негатив Это Всегда Следствие Их Неводовлетворенности Личной И И Если Это Так То Получается Что Каждый Человек Который Несет Негатив Он Сам По себе Нечерстый И Когда Он Говорит С вами Когда Он Вам Выплескивает Свой Негатив Осуждает Вас Высмеивает И так Далее Он Говорит Незванно Он За счет Вас Пытается Удовлетворить Свой Дефицит Того Чего У него Нет Но Так И Вы Не Получаете До конца Жерез Людей То Что Вы Хотите Потому Что Люди Очень Дозированно И Недостаточно Полно Удовлетворяют Желания Других Людей Удовлетворяют Их Весьма Позависственно И очень Кратковременно Так же И другие Люди Имея Дефицит И не желая Внутренне С этим Дефицитом Разбираться Не желая Самостоятельно Работать Над собой И улучшать Свой Внутренний Мир Эти люди Стремятся Самым Легким Способом Купировать Свой Дефицит И у них Это Действительно Получается На Очень Короткое Время Поэтому Люди Как Для вас Осуждают Достойны Жалости Их Нужно Понять Понять Что это Несчастные Глубоко В душе Люди Неудовлетворенные С собой Своей Жизнью И их Осуждение Их Грубость Их Злость Это Выражение Их Утреннего Негатива Через вас Это Начинает Говорить Не с вами А Самим С собой И это Вначале Что не Вас Дел Это А в нем И Может быть Именно Вы Для него Стали Тем Существом Помощи Которого Он И Став Так Говорит А Другим Не стал Потому Кому-то Например Опасался Что ему Как-то Ну Какая-то Ответная Реакция Ему Была бы Не очень Хорошая Не очень Приятная Да Это Нужно Тоже Понимать Ну И Наконец Хочется Сказать Что Вам Вам Не нульно Вот Знаете Обращать Внимание На таких Людей Вы Постарайтесь Понятно Вы Постарайтесь Понятно Что Такие Люди Ищут Всегда Неуверенных В себе Людей Других Чтобы На них Выносить Свой Негод Чтобы На них Вырязать Свой Негод И Как-то Освободиться Как-то Немножко Облегчить Своё Состояние Своё Состояние Это Несчастливые Люди Это Негармоничные Внутри Люди Это Люди Именно Дингармоничные Нуждающиеся Помощи Вот Примерно Так Можно Ответить На ваш Очередной Момент Дальше Вы пишите Про Можина Про Можина Мы Так и Оставим Я В принципе Не хочу Пока Говорить Про Ваше Открышение Открышение Потому Что Мы Так Как Говорим Только Про Вас Давайте Придерживаемся Этой Стратегии Вы Вот На самом Деле Не Очень Этой Стратегии Придерживаете Но Я Вас Понимаю Но Тем Не Менее Вы Пишите Что Значит Вы Боитесь Быть Бездейственной И Зависеть От Когота С Чем Это Связано С Тем Что Ваша Мама Могла Положиться Только На Себя И Постоянно Что Делала Вы Видели Что Если Она Ничего Не Будет Делать То Она Не Должна Будет Зависеть От Кого Она Вообще Пропадет И Именно Потому Что Ваша Мама Не Могла На Кого Положиться Вы Тоже Боитесь Этого Дела Но Если Ваша Мама Стремилась Стать Таким Неким Идеальным Социальным Индивидом То Вам Необходимо Выстраивать Связи Выстраивать Личность Связи Так Чтобы Они Были Основаны На Равноправных И Средних Начала Средства Для Этого Мы Вам Предоставили Но Тем Не Менее Этот Срак Идет От Матери И Ваша Мама Этого Конечно Не Останала Потому Что Нужно Быть Личностью Что Нужно Быть Личностью Социальных Отношений Она Принимала Ситуацию Такой Какая Она И Ставалась В ней Жить И У Нее Такие Идеалы И Она Достигла Успехов Как Вы Пишите Каких То Успехов Даже Не Очень Значит На При Этом Положив На Эту Всю Свою Жизнь При Этом Не Имея Своей Семьи При Этом Будучи Одна Не Думаю Что Эти Успехов Приносят И Раб А Судя Потому Что Она Постоянно Осуждает Вас Постоянно Осознает Вас Постоянно Генерирует Негатив По отношению К Вам Можно Говорить Что Она Вам Отчасти Завидует Что У Своя Семья И Можно Отчасти Говорить Что У Своя Собственная Неудовлетворенность Неудовлетворенность Своей Семьи Это Нормально В данном Случа Ее Поведение Ее реакция Совершенно Нормальная Ну Вот Вы Спросите Себя Вас Это Устраивает Вам Это Мравится Такая Ситуация Или Нет Далее Вы Пишите Про Свекровь Которая Объединяет Вас И Ваши Мам Ну Вы Знаете На самом Деле Что Это Присажает В том Что Свекровь Свекровь Она Мать Своего Мужа И Как Мать Своего Мужа Она Наревнует Вас Наревнует Его К Вам И Соответственно К Ваш Мам Кроме Того Как Человек Она Толе Авторитарный И Естественно Неприемлемый Конкурент А Вы Для Нее Не Кто Иной Как Конкурент Вы Для Нее Соперник И По Отношению К Своему Сыну К Ее Сыну К Вашему Мужу Сопернице И По Отношению К Ведению Хозяйства Вы Тоже Для Нее Соперница И Среди Из Этого Нужно Четко Понимать Что Мужчина Как Глава Семьи Прямая Обязанность Имеет Свою Прямую Обязанность И защищать Вас От Любых Негативных Вмешательств В Его Семью Вашего Мужа Если Он Позволяет Своей Маме Обязать Вас То Значит С Нем Наговаривать Свекровь Вам Не Изменить Но И Держать Зла На нее Тоже Не Стоит Потому Она Такая Как Она Есть И Она Не Изменится Но Вы Опять Такой Старайтесь Понять С Итетом Того Что Мы Говорили Что Человек Если Она Стремится К К Контролю Вообще Любой Человек К Стремится К Контролю Это Всегда Трос Человек Который Стремится К Контролю Это Тиран А Для Чего Тирану Контроль Чтобы Никто Не Мог Ни Ничего Противопоставить Потому Что Человек Боится Что Ему Противопоставить Что Это Оказаться Лучше Чем Предлагает Он И Человек Будет Менее Значен Человек Боится Потерять Контроль Потому Что Противным Случа Наскажется Не Нужно Только Посредством Тотального Контроля Посредством Тирании Человек Чувствует Что Он Несет Какую-то Пользу И Представляет Какую-то Значимость В жизни Ну Я думаю Что Вы Об этом Говорили Сами Поэтому Вам Боять Свекровь Здесь Будет Несложно И Потому К Свекрови Нужно Относиться Как к Человеку Несчастному Человеку Трусливому Человеку Престарелому И Боящемуся Потерять Свою Собственную Значимость Боящемуся Потерять Хватку Боящемуся Остаться Неудел И Остаться В одиночестве А Поскольку Это Уже Ее не придет С ней Нужно Относиться Только С Несхождением И Жалость Через Жалость Поставьте Себя Немного Выше Нее Постарайтесь Ее Понять И Тогда Она Вас Обижать Не Будет Задевать Она Вас Тоже Не Будет Но Если Ее Сама Вас Ранят Это Значит Они Находят Отклик У Вас В Душе И Этот Отклик Представляем Собой Созвучие Ваших Собственных Сомнений С тем Что Говорит Свекровь В этом Случа Эти Сомнения Нужно Не Отталкивать А наоборот Принять И Улучшить Себя Поработать Над собой Чтобы Этих Сомнений Не Осталось Тогда Что Говорит Свекровь Вас Задевать Не Будет Тогда Если Кто Либо Будет Вас Обещать Вас Это Задевать Не Будет Вам Это Вы Будет Задевать Что Это Не Так А Если Задевает Значит Вы Сами Чувствуете Что В Вас Что То Неверно И Это Нужно Менять Это Нужно Улучшать Купировать И Убирать Далее Вы Опять Пишите Про Своего Мужа Еще Рас Повторю Про Мужа Мы Пока Говорить Не Будем Про То Что Вы Себя Непринимаете Я Даже Говорил Отчасти И Про Стройных И Стройных И Маленьких Я Тоже В Принципе Вам Говорю Ну В Принципе На Этому Я Думаю Можно Закончить Эту Часть Про Вас Она И так Уже Очень Большая Получилась Я Постарался Разобрать Все Ваши Проблемы Постарался Разобрать Все Ваши Моменты Все Ваши Аспекты Которые Вы написали Лично Про себя И Про Ваше Место Про Ваше Положение В Обществе Что Я Хочу Еще От себя Наверное Добавить То Что Имеется Ряд Вопросов Которые Я Вам Задал В принципе Они Достаточно Понятны Они Достаточно Четко Определены Определены И Если Вы Хотите Работать Дальше В направлении Именно Себя Еще раз Повторю Мы Пока Говорим Именно Про вас Не Про Музя Про Вас Про Ваши Общественные Так Сказать Про Ваши Общественные Отношения И так Дальше Про Музя Отношения С мужем Мы Пока Не Затрашиваем Эта Тема Другая И Воспринимать И Вам Тоже Нужно Один Что Вы Можете Сделать Вы Можете Все То Что Вы В текстах Писали Про Своего Музя Выделите В отдельный Текст И Этот Текст Прислад Мне Чтобы Мы Уже Один Проработали Ваши Отношения С мужем И вообще С мужчинами Но Отношения С мужчинами В принципе Ага Напрямую Зависит От Того Что Вы Будете Сделать С тем Что Я Дал Вам В этом Медео Потому Что Если Допустим Делать Вы Не Будете Ничего То Отношения С мужчинами Строить На равноправной Основе У вас Не Получится Никак А это Нужно И Для того Чтобы Строить Отношения С мужчинами Нужно Быть Нужно Быть Снастоящими Нужно Быть Снедостаточными Нужно Быть Личностью Сперва Идет Личность Сперва Идет Общечеловеческий Фактор А потом Идет Половой Люди Когда Вначале Встречаются Они Всегда Видят Друг Друг Человека Всегда Видят Друг Друг Представителей Общества Общественного Индивида И только Потом Они Наблюдают Уже В более Так сказать Приближенном Варианте Они Наблюдают Уже Представители Пох И если Вы Как Человек Не будете Обладать Той Полноценностью Теми Качествами О которых Я говорил То И Отношения С мужчинами У вас будут Не Складываться Или Будут Складываться Не так Как вы Того Хотели бы И дабы Это Исключить И прежде Чем Говорить О ваших Отношениях С мужчинами Вообще Как Нужно Себя Вести Нужно Сперва Закрыть Те Брежи Которые У вас Есть На Общем Человеческом Уровне Ибо Это Проще Это Основа Это Фундамент Хотя Как Конечно Жен Имеются Определенные Влияния Даже В детстве На Например Образ Женского Поведения На Образ Женственности И Для Начала Давайте Попробуем Так Если Вы Считаете Например Что Тема Про Вас Разворчена Это Ваше Право То Вы Можете Еще раз Повторю Выделить Все Части Про Муза Отдельно И В одном Документе Мне Прислать Но В рамках Про Вас В рамках Про Вас Я Считаю Будет Справедливо Задать Вот Такой Вопрос Когда Вы Были Маленькой Первичный Образ Женщины Были Естественно Мама Мама Вела Себя С вашей Точкой Врения Женщиной Или Нет На самом Деле Вряд Потому Это Нельзя Нельзя Назвать Женщиной Женщиной Такое Поведение Когда Она Постоянно Работала Терпела Побои Постоянно Скрутилась Хотела Спаться Ее Разрушал Телевизор Например И так Далее Вряд ли Можно Назвать Ее Поведение Женщиной И Исходя Из этого Зададим Себе Такой Вопрос А на тот Момент Что вам Казалось Женщину На тот Момент Какой Идеал Женского Поведения У вас Был И есть Если Его не было Вообще То Ничего Удивительного В том Что вы Имеете Свои Проблемы Такие Вот Как Сейчас Нет Вам Нужно Найти Себе Идеал Женского Поведения По моему Я об этом Уже Говорил Пусть Это Будет Какая Нибудь Актриса Там Киноведущая Знаменитость Какая Нибудь На которую Вы Будете Стремиться Походить У которой Вы Возьмете Те Черты Женщинских Которые Вам Нрават И Постепенно Вы будете Стараться Делать Ее Образ Своим И В процессе Ассимиляции С этим Образом То есть В процессе Принятия Этого Образа Будут Происходить Мелкие Процессы По Принятию Этого Образа Например Что-то В этом Образе Вы Будете Для Себя Брать А Что-то Со Временем Вам Покажется Ненужным Неправильным Неподходящим Для Вас И Это Это Будет Означать Что Вы Вы Вышли За Рамки Образа Это Будет Означать Что Вы Не Только Пользуете Ассимиляцией Но И Аккомодация То Есть Изменение Того Что Есть У Вас Изменение Того Что Есть Того Что Происходит С Вами И Для Вас Это Будет Означать Соответственно Качественный Новый Этап Распития Своей Женщенности Когда Вы Уже Будете Знавать Что Что-то Вам Подходит А Что-то Нет Пока Такое Чувствует Что Вы Сами В Не Уверены Для Вас Это Определенная Работа То Есть Работа По Выбору Образа Работа По Ассимиляции Этого Образа И В течение Определенного Времени Вы Запустите Аккомодационные Процессы То Процессы Изменения Того Что Вы Приняли Того Что Вы Приснимаете И Тогда Уже Будет Восходить Удел Формирование Образование Вашего Личного Образа Женщины Процесс Этот Длительный И Вы Можете Проводить Его Как Сами Так И Под Наблюдением Специалиста Решать Про вас Про вас Работаем Про вас Отношения С мужем Прошу Делать Акцент На Тех Моментах Которые Я Сказал В контексте Отношений С мужчинами Вообще И Если Вы Планируете Работать Про вас То Следующий Текст Вам Не нужно Рассказывать Что Вы Чувствовать Это Я Так Понял Вам Нужно Если Вы Хотите Продолжать Работать Про вас То Вам Нужно Работать Над Ответами На Вопросы Которые Я Задавал И Соответственно Ответы На Невомерцы Вписывать В текст Или Рассказывать Какие-то Новые Ваши Переживания Какие-то Страхи Которых Вы Еще Не Говорили Вот Примерно Так Мы И Будем Двигаться Что Я Желаю Вам Удачи Я Надеюсь Что Видео Вам Поможет Всего Доброго